27 февраля в Хасавюрте продолжился цикл общественных дискуссий «Мир Кавказу» с участием членов рабочей группы Общественной палаты России и жителей Хасавюрта, Хасавюртовского, Кизлярского районов и Чечни. На встречу прибыли и гости из Махачкалы, в числе которых находился и известный поэт Адала. Открыл мероприятие мэр Хасавюрта Сагид Пашаумаханов. Он призвал всех к объединению. Вместе, в одной стране, чтобы не было у нас никаких проблем междунациональностей. Вот основной вопрос. Здесь и салафинди, и суфисты, все здесь идеологи, иманы, руководители. Затем слово предоставили жителю Хасавюрту Мамадхану Байсултанову. Он рассказал о своем горе. Мою снаху беременную, ранили сына, разрушали дом, своровали все то, что можно было. Моему силу дали пожизненные статьи несколько. Председатель Совета имамов Хасавюрта Амар Асхаб Умалаев заявил, что без учета религиозного фактора Дагестан ожидают большие потрясения. Он призвал государство более активно сотрудничать с духовенством. Также рассказал о проблемах электроснабжения населенных пунктов. Каждый день есть три села в одном сельсовете. Этот человек, председатель сельского совета, чуть ноги не отборозил. Туда каждый день ездит. Не может добываться, чтобы свет туда проводили. И при том, это село находится от 16 километров. Черковского геста 16 километров. Там нету света. Известный общественный деятель Сулайман Уладиев поделился собственным мнением о ситуации в Дагестане. Он сообщил о росте протестных настроений в обществе и специфике выборов в республиканский парламент. Когда были всеобщие выборы, там стали выбираться сначала за мешок муки, потом за 100 долларов. И власти стали прорываться, как в свое время возник Нилану сказал, вместо фотократии власти стала рваться бандократия. Но когда все это отменили, нас то лишили психоконтроль над властью. Это ведь с этого надо начинать. Посмотрите, состав народных собраний суждений. Нету Расула Кабила, нету Набила Ислама Магомета, нету, в конце концов, там этих сестер, которые занимаются вот этими вопросами на весне. Слушайте, не оточу. Какое народное собрание? Буржуазно-капиталистическое, бандитское, криминальное, идиотское, невежественное собрание. Вы говорите. С этого надо начинать. Надо же вызвать доверие к власти. Власть, она не может быть крепкой и долговечной, если она не опирается ни на штыки, ни на власть не держится. Мы видим это на Магрибе. Никакая самая деспотическая, самая хераническая не держится она на штыках. Влоги, на доверие и на уважение народа. Законно-досудование. Житель селения соседель Хасабьюртовского района Расул Мазов рассказал, каким страшным последствиям приводят антизаконные деяния сотрудников правоохранительных органов. В ходе выступления между ним и мэром Хасабьюрта завязалась небольшая дискуссия, в конце которой Умаханов призвал молодежь бороться за свои права законными методами. Убили убить. Этот убийца, между прочим, он и был в этом перемене невесту. Продолжает нести службу. Никаких мер, никаких, я не знаю, ничего не должно служить. Понимаете? Только потому, что у него брат, например, в народном собрании. Вы призываете к действиям. Если молодежь начнет действия, здесь не гибнет, то не служит здесь. Здесь будет Афганистан. Понимаете? Молодые люди могут терпеть много чего. Издевательства и оскорбления они терпят. Понимаете? Он пойдет, он молодые люди, и что терпят? Я подожди. Когда мусульмана оскорбляют за платкой, или меня останавливают? Нет. И спрашивают, допустим, какой месяц? Или почему те усыгрыки меня это оскорбляют? Почему произошла такая реакция? Из-за простого убийства одного человека. Начальник управления информационной политики и пресс-службы президента Дагестана Гарун Курбанов предложил все вопросы решать на месте. За всеми вопросами ездить в Москву, писать в Москву. И обращаться в Москву не стоит. Есть сайт президента республики Дагестан. Есть управление информационное, по крайней мере. Есть отдел обращений и писем президента. И я хочу вас заверить, что все письма, обращения, которые придут в наш адрес, Можете записать телефон в 87-67-87-90. Обязательно рассмотрим, обязательно доведем до руководства республики и примем решение, и вас об этом известим. Мероприятие завершилось подписанием меморандума о совместном противодействии насилию, экстремизму, межнациональной розни и поддержке миротворческого процесса на Кавказе. Субтитры создавал DimaTorzok